Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Христос и грешница Пальма Ильвеки. 1525-1528 год, холст, масло, 78 на 75. Джакомо Пальм Ильвеки, известен как Киакопо Негретти, итальянский художник венецианской школы, который развивался под влиянием Беллини, Карпаччо и Канельяно и Тициано. Большую часть жизни мастер правил в Венеции. Его произведение отличается красивой композицией, уверенным рисунком, блестящим и теплым колоритом. Сюжет для представленного полотна, взятый из Иоанна, когда Христос учил в Иерусалимском храме. Фарисеи привели к нему женщину, пойманную в момент прелюбодеяния. По закону Моисея, карой за это служило побитие до смерти камнями, однако римские власти лишили иудеев права приговаривать к такому страшному наказанию. Фарисеи хотели знать, что скажет Иисус и надеялись получить ответ, который грешил либо против римского, либо против их собственного обычая. Слова Христа обескуражили. Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. К этому сюжету художник обращался не раз. В Эрмитаже хранится еще одна версия. Римская картина, в особенности заставляющая говорить о влиянии Тициана. Оно ощутимо в фигурах Христа и фарисея. Тициан написал на эту тему картину Динария Кесаря в музее в Глазбе. Но не она повлияла на трактовку пальмы. Стоит также сравнить два варианта самого автора. На Эрмитажном полотне взгляд Христа устремлен на фарисея и следовательно обращается к нему. На капиталистской картине Иисус смотрит на зрителя и слова, адресованные ему зрителям. Вот такое описание работы Христос и Грешница, Пальма и Львекио я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира. Пальма и Львекио Субтитры создавал DimaTorzok